Обычно, когда производители устройств награждают свой девайс приставкой Pro, это означает, что он лучше обычной версии во всем. Но с Poco X3 это так не работает. Они поставили сюда лучший процессор, увеличили объемы встроенной и оперативной памяти. Но нам-то в рамках нашей рубрики тестирования камер смартфонов на это абсолютно плевать. И вот если мы говорим именно про камеру, то по спецификациям она явно стала хуже. И в этом и парадокс Poco X3 Pro. Он лучше не во всем. По крайней мере на бумажке. Но есть ли разница в реальном использовании устройства? Я приветствую вас на канале Полный Кадр. Сегодня об этом поговорим. Знаете, почему у меня такое грустное лицо? Потому что вы не подписываетесь на канал. Смотрите ролики, а на заветную кнопочку не нажимаете. Если вам интересны наши обзоры фототехники и тесты смартфонов, если вы частенько смотрите наши видео, но не подписываетесь, предлагаю это срочно исправить. Вот там вот внизу есть кнопочка, рядом с ней есть колокольчик. Буквально два клика и вы сделаете меня немного более счастливым. Погнали. Итак, основной модуль камеры Poco X3 Pro имеет разрешение в 48 мегапикселей при физическом размере матрицы, единица деленная на 2 дюйма. Кров-фактор 5,4, диафрагма 1,8. Эквивалентное фокусное расстояние 25 мм. Изменения по сравнению с Poco X3 NFC очевидны. Разрешение матрицы уменьшилось, ее физический размер тоже. Диафрагма стала немного шире, что никак не улучшает ситуацию. Только эквивалентное фокусное расстояние объектива осталось без изменений, но опять же, это другой объектив. Его эффективное, то есть реальное фокусное расстояние, само собой уменьшилось вслед за матрицей. Если бы оставили старый объектив, то угол обзора был бы меньше. Широкоугольный модуль тоже деградировал. Здесь у нас 8 мегапикселей и объектив на диафрагме 2,2. Казалось бы, что это не так важно, но запомните эти показатели. Позже я вам расскажу, почему эти изменения гораздо важнее тех, которые произошли в модуле основной камеры. Макромодуль здесь точно такой же, как в Poco X3 NFC. 2 мегапикселя, диафрагма 2,4. Последний четвертый модуль отвечает за глубину и отдельной камерой не является. Собственно, так было и в Poco X3. Фронтальная камера в прошке на 20 мегапикселей размером 1 на 3,4 дюйма. Диафрагма 2,2. Точно такая же фронталка, как в Poco X3. Но есть нюанс, о котором я расскажу чуть позже. Основной модуль камеры умеет снимать 4К видео с частотой 30 кадров в секунду. Селфи камера снимает в Full HD 30 кадров в секунду. Некоторые другие моменты, которые стоит отметить, и которые так или иначе влияют на работу с камерой данного смартфона. Сначала по новым моментам, которые отличают X3 Pro от NFC версии. Здесь может быть 128 или 256 гигов встроенной памяти в зависимости от версии. В нашей 256 гигов. У Poco X3 было максимум 128 гигабайт. Экран IPS на 6,67 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей. В принципе, он такой же, как на Poco X3. Но здесь у нас на защите нашего экрана стоит Gorilla Glass 6. Там была пятая версия. А теперь про особенности, которые повторяют то, что было в Poco X3 NFC. Во-первых, это PDAF автофокус. Во-вторых, защита. По стандарту IP53 это частичная защита от пыли и брызг. А аккумулятор на 5160 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Давайте уже перейдем к оценке изображения. Сначала поговорим с вами про качество фотографий. У нас тут заведено сравнивать все с эталоном Google Pixel 2, который по всем показателям имеет 100 баллов. И от этих оценок мы, собственно, и пляшем. Вообще, кому интересно то, как мы тестируем камеры, заходите в наш первый ролик. Там все подробно объяснено. Ссылка будет в описании. Однако, в рамках данного обзора нам нет никакого смысла сравнивать что-то с нашим эталоном, потому что у нас уже есть оценки Poco X3 NFC. Нам гораздо интереснее посмотреть разницу между ним и Pro-версией. Соответственно, в качестве инструмента сравнения сегодня мы используем Poco X3 NFC. Что касается детализации основного модуля камеры, тут разницы с Poco X3 NFC нет. Безусловно, при съемке на Poco X3 мы получаем фотографии на 16 мегапикселей, а на Poco X3 Pro на 12 мегапикселей, что объясняется разницей в базовых модулях 64 мегапикселей и 48 мегапикселей соответственно. Но при сравнении кадров в одинаковом масштабе разницы никакой замечено не было. Понятно, что 16 мегапикселей позволяет вам сильнее кропнуть кадр при желании. Но именно с точки зрения детализации основные модули равны. Что касается динамического диапазона фото, Poco X3 Pro показывает схожие с NFC версией результаты. В среднем. То есть, вот есть пример фото, на нем вы можете видеть, что в тенях Poco X3 Pro выглядит интереснее. Посмотрите на красную церковь, на Poco X3 NFC там гораздо более глубокие тени и меньше деталей. При этом с точки зрения цветов снимки не отличаются. Но вот вам другой пример, на котором уже не видно разницы по теням, но посмотрите на облака. Poco X3 NFC лучше справился с их структурой. На Pro версии видна потеря части данных. Проблема в том, что от кадра к кадру результаты могут меняться. С точки зрения динамического диапазона то одна камера выглядит лучше, то другая. Здесь все завязано на программном обеспечении и его работе. Poco X3 за динамический диапазон получит такие же баллы, потому что явного победителя здесь нет. Теперь давайте про цвет. Тут все гораздо интереснее. Возможно, вы уже заметили этот момент по нашим предыдущим примерам, но если нет, то давайте скажу очевидное. Передача цвета на смартфонах отличается. А знаете, кто в моих глазах тут фаворит? Это Poco X3 Pro. Если вы помните наш предыдущий обзор к Poco X3 NFC, была претензия с точки зрения излишней насыщенности на фотографиях. Картинка на Poco X3 Pro выглядит мягче, спокойнее, теплее. Соответственно, баланс белого тоже немного по-другому отрабатывает. Особенно разница заметна в условиях дневной съемки. Посмотрите на этот пример. Обратите внимание на цвет здания в левой части фотографий. На Poco X3 Pro его цвет выглядит лучше. В снимке с Poco NFC многовато зеленых и желтых оттенков. Эти оттенки можно видеть и на белом соборе впереди. И вот вам еще один наглядный пример. Кирпичная стена красной церкви. Думаю, тут видно все без лишних комментариев. Poco X3 Pro очень интересен с точки зрения передачи цвета. Он заслужил более высокую оценку, согласитесь. 110 баллов мы ему поставим. Режим портрета здесь, на прошке, мне показался более интересным с точки зрения цвета и контраста. Картинка выходит более мягкая, цвета кожи более приятные. На наших примерах размытие фона опять же получилось лучше на Pro версии. В общем, этот режим получает немного больше балл, чем на Poco X3 NFC. Панорама на X3 Pro мне очень понравилась. Она лучше, чем на NFC версии. Я в прошлом обзоре рассказывал про нечеткие контуры, которые были на Poco X3. У Pro версии пусть не такая высокая детализация панорамы, но проблем с контурами зданий здесь нет. Движущиеся объекты тоже выглядят лучше, хотя понятно, что этим объектам лучше движущимся в кадр не попадать. Poco X3 получил в прошлый раз у нас 96 баллов. И поскольку X3 Pro явно лучше, чем Poco X3 NFC, то нужно было сравнить кадры с нашим 100-бальным эталоном. X3 Pro выигрывает за счет большего разрешения панорамы и более естественных цветов, поэтому мы ставим ему 106 баллов. А вот широкоугольная камера подкачала. С одной стороны, с точки зрения детализации, она не особо проигрывает Poco X3 NFC. Но с другой у нее всего 8 мегапикселей. Ее цветопередача местами шокировала своей невзрачностью, а работа с контрастами порой выглядит просто ужасно. Мы не оценивали отдельный ширик в прошлый раз, но тут я решил его добавить в оценку. Poco X3 NFC эта оценка равна 100 баллам, это балл мы поставили его широкоугольной камере как первый в наших обзорах, а значит эталонный. Pro версия получает на этом фоне 96 баллов. Как я уже говорил, фронтальная камера тут не отличается от того, что было Poco NFC. С точки зрения детализации тут все точно так же. Чуть-чуть отличаются цвета, автоматический баланс белого отрабатывает по-разному. На Poco X3 Pro цвет выглядит немного более желтым, но я за это не готов снизить оценку, потому что цвета могут меняться в зависимости от условий съемки, например. Где-то более теплые цвета будут смотреться выигрышнее, где-то наоборот. Что касается ночной фотосъемки. С точки зрения детализации Poco NFC выглядит интереснее. Но вот с точки зрения работы с экспозицией мне больше понравился Poco X3 Pro. На нем ночь выглядит как ночь, и NFC версия периодически пытается ночь превратить в день. То есть по итогу балл такой же, плюс за экспозицию, минус за детализацию, по шумам тут все плюс-минус одинаково. Шум зависит в том числе и от экспозиции, и понятно, что на более светлых снимках будет больше шумов. Но в плане шумодава камеры явно работают плюс-минус одинаково. Давайте теперь поговорим про видеосъемку. С точки зрения детализации тут у нас отличий от Poco X3 NFC нет. 4К 30 кадров в секунду камеры могут снимать, битрейт примерно одинаковый, около 41-42 Мбит в секунду. Динамический диапазон и передача цвета также идентичны. Даже на сравнительных кадрах разницу сложно уловить. Иногда у Poco NFC проскакивают лишние зеленые оттенки, как это было при сравнении цвета в фотографиях. Но видео это случается реже. Намного чаще видео неотличимы и с точки зрения динамического диапазона, и с точки зрения цвета. Давайте уже оставим одинаковые моменты с точки зрения видеосъемки. Все оценки по ним вы увидите в итоговой таблице. Перейдем к отличиям. Для начала на примерах с динамическим диапазоном вы могли заметить, что на видео Poco X3 Pro заметно больше шумит. В простых условиях освещения с этим вы не столкнетесь, но если съемка будет посложнее, то шумы начинают вылезать. Но самое неприятное в плане видеосъемки, конечно, это ограничение широкоугольной камеры. Я об этом говорил в начале. У нее всего 8 мегапикселей. Знаете, что это значит? Ей недоступен режим видеосъемки в 4К. И это плохо сразу по нескольким причинам. Причина первая довольно очевидная. Детализация при съемке на широкоугольную камеру заметно хуже, чем в Poco X3 NFC. Второй момент. Стабилизация деградировала. Я вам в прошлом видео рассказывал, что Poco X3 NFC умеет работать с чем-то вроде имитации гиростабилизации. Он вырезает часть кадра при съемке в 4К, стабилизирует ее и выдает Full HD с очень солидной стабилизацией. Даже на бегу можно снимать видео. Poco X3 NFC вырезал часть кадра широкоугольной 4К картинки. Poco X3 Pro всего лишь Full HD в широкоугольном режиме. И тут, соответственно, уже ничего нельзя вырезать. Поэтому Poco X3 Pro для работы данного режима стабилизации использует основной модуль камеры. Как вы знаете, у основного модуля угол обзора меньше. А тут еще накладывается кроп. Конечно, в таком варианте вести видеосъемку неудобно. Также из-за отсутствия 4К на широкоугольной камере страдает режим зуммирования. Тут, по сути, он работает только в Full HD. И это еще не все. Есть еще как минимум один недостаток, связанный с отсутствием 4К съемки у широкоугольной камеры. Он, конечно, не самый критичный, но явно самый бесячий. Когда у вас на основной камере стоят настройки съемки в 4К, вы переключаетесь к широкоугольной камере. Там, естественно, установлен режим Full HD. Но когда вы возвращаетесь к основной камере, то она почему-то тоже меняется на Full HD. И чтобы начать запись в 4К, приходится залезать в настройки, менять там разрешение. Это очень раздражающий косяк софта. По 4К все, но по широкоугольной камере нет, потому что при съемке на нее в глаза бросается намного больший уровень шума, чем на Poco X3 NFC. В общем, с точки зрения широкоугольной камеры, Poco X3 Pro явно уступает своему собрату. Что касается теста влога. Понятно, что если мы пишем влог на широкоугольную камеру, то качество будет лучше у Poco X3 NFC. Но съемка на широкий угол лишь одна из возможностей съемки влога. Гораздо важнее лично для меня, как в этом режиме работает фронтальная камера. А тут у нас появляется приятная особенность в виде стабилизации изображения. Да, как и другая электронная стабилизация в данной камере, она кропает кадр. Но наличие возможности стабилизировать картинку в таком режиме, это однозначный плюс. Что касается основной камеры, то съемка влога на нее ничем особо не отличается от того, что было на NFC версии. По итогу, учитывая все, что я сказал ранее, X3 Pro получает в нашем влог-тесте оценку немного выше, чем Poco NFC. Пару слов о замедленной съемке. Тут возможности улучшились. В NFC версии было 960 кадров в секунду, но доступное только в HD формате. Здесь оно доступно и в Full HD. Соответственно, итоговая оценка выше. Что касается особенностей софта и железа, то тут мало что можно отметить. По многим параметрам, которые в плане фото и видеосъемки нас интересуют, камеры не отличаются. В плане автофокуса, наличия дополнительных модулей камеры, с точки зрения качества экрана, все здесь одно и то же. Обо всем этом рассказывать нет особого смысла. Оценки вы увидите в итоговой таблице. Сейчас я хочу затронуть только один момент, который очень раздражал в процессе фото и видеосъемки. Это работа приложения камеры. На Poco X3 Pro приложение работает заметно хуже, чем на NFC версии. Особенно это заметно в некоторых режимах съемки. В режиме гиростабилизации, например, или при съемке на широкоугольную камеру. В приложении наблюдаются фризы, подтормаживания которых не было у Poco X3 NFC. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Итак, что касается итоговых оценок Poco X3 Pro, они на ваших экранах. У нас, как всегда, три основные оценки. Качество фото здесь Poco X3 Pro получает 99 баллов. Качество видео 104 балла. Софт и железо 101 балл. Poco X3 Pro, безусловно, не сильно отличается от своего собрата Poco X3 NFC. С точки зрения фото, в большинстве тестов он показывает аналогичные результаты, несмотря на изменения в камерах. Но отмечу, что плюсом X3 Pro по сравнению с NFC версией является лучшей от цветопередач. А вот качество видео на Poco NFC было заметно лучше. Во-первых, сильно деградировала широкоугольная камера и всё, что на ней завязано. Об этом я сегодня уже подробно рассказал. Во-вторых, в сложных условиях съёмки шумов на видео стало больше. В любом случае, Poco X3 Pro это очень интересный смартфон. Но для кого больше подойдёт Pro версия, а для кого NFC? На мой взгляд, Pro версия больше подходит тем, кому важнее производительность устройства, а возможности камеры вторичные. Если вам прежде всего нужен мощный процессор, 8 гигов оперативы и дальше основной камеры вылезть в телефон не планируете, то Poco X3 Pro для вас. А для тех, кому важнее то, как смартфон снимает видео, например, кому нужны максимально крутые показатели всех модулей камеры, тому стоит посмотреть на NFC-версию. Poco X3 Pro получает общую оценку в 101 балл за свои фото и видео возможности. Если вам понравилось это видео, не забывайте поставить ему лайк. Также обязательно подписывайтесь на наш канал, щёлкайте по колокольчику, чтобы не пропускать выход новых роликов. На этом сегодня всё. Спасибо за внимание. Делайте правильный выбор.